всех приветствую вот такая машина немецкая привилег модель модель тут не указано так ну модель 221 впрочем указано сегодня мне везет на европейские машины ездил на заявку нэччи вроде так итальянская но обычная с таким центральным шпуличным обычная машина многооперационная вот у этого привилега он мне вообще напоминает вот формой рукава напоминает веритас фамула она что-то примерно нечто такое же также вот встроенный мотор туровский разъем примерно такой же там только здесь вот педаль что-то вся скотч мне это совсем не надо зачем я сначала думал что здесь вот стопор обломанный а единственное здесь вот уронили видать ее с какой-то целью перемотали его скотч но мне это вообще не нравится когда что-то на скотче это сейчас все безжалостно удалю но он не нужен здесь работает ли надо проверить как она работает ну машиной надо заниматься посмотреть что там и как так вот в отличие от веритаса здесь ничего лишнего здесь зигзаг регулируется прямая и зигзаг все плавненько ну и строчка все обычная машина ничего лишнего в отличие от веритаса у которого куча строчек всяких разных здесь ничего здесь от веритаса только вот вот эта часть схожи челночная здесь горизонтальная ротационная у веритаса как мы знаем вертикальная ротационная двойного обегания здесь ну здесь другое скажем так совсем другое сейчас я тут все проверю парень привез его попросил кто-то ну внятно ничего внятного я от него не услышал что тут он сказал что там кнопочки тут я думаю как она убирается платформа вот так сделано ну все буду заниматься что тут чем занять что тут делать пока я не готов сказать что тут такое разбирается тут вообще все очень просто вот центральный винт один откручиваем все тут войлоком в качестве шумоизоляции ремень так что там это движок видно ремешок ну тут в отличие от обычных машин ну здесь же ротационная у нас привод идет ремнем как у ротационного ну ремешок обычный обычный ремень так 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 ладно сейчас редуктор и еще крепеж редуктор все сделано добротно ну немцы все таки вроде как привилег это немецкая откручиваем еще один винт и вот оно у нас челночное привод челночного что-то я вот не могу понять а ну металл две металлические шестерни все как надо поближе сделаю картинку что-то далеко убрал вот как мы видим здесь сейчас брызгану проникающий так ну металлические же конечно металлические а это нет ага ну как обычно пара пластик металл просто они под один цвет я почему-то думал обе металлические нет металлические только ведомое как обычно ставят из двух разных материалов крепление верхней крышки тут спрятаны вот под заглушкой здесь вот нет заглушки я ее даже не докрутил до конца что-ли ага все так снимаем ага ну вот ничего тут такого мне кажется что где-то как вот зуб обломанный бывает то ли у электропривода кажется что вот или просто кажется просто мне кажется механизм игловодителя все из металла это прижим лапки ну в общем так примерно ничего тут такого простейшая машина зигзаг вот так устроены вот тут а тут по-видимому сменные копиры куча их наверное что он как-то стоит хотя быстросъемным я бы его не назвал он по-моему здесь нет сменных копиров он тут один потому что тут кольцо закреплено и и видимо ничего тут не предусмотрено никаких сменных так так вот где-то посмотреть может быть там привод что-то как-то не уверенно как бы с лифтом ладно сейчас я электропривод включу посмотрю как сейчас будет работает всю промазал работать должна хорошо сейчас вот совсем другое дело побежала машина что такое не контачит ладно шитье надо проверять может быть не все так и хорошо здесь надо пододвинуть люфт уменьшить игольная пластина тут легким движением снимается вот так чистить там ткань не двигает не двигает ткань а что а что угодно ничего не понимаю пока я так ну тут все понятно тут вот согласовано как подход иглы вот видите игла подходит а зубчики внизу вот они появились короче тут работает она сикость-накость вот сейчас должны зубцы уходить вниз они еще и не подымались и однако я нашел где зубцы вот из-за чего видите что творится и здесь или здесь выкрашились они вон вон что творится тут да тут прямо куска нету шестерни он видите что творится вот она идет идет и все и кончилась и кончилась шестеренка ну все с этой машиной на ней можно ставить крест хозяева искать не будут такую да и я не знаю нереально найти может можно где-то ну я такими вещами не занимаюсь это во первых она стоить будет сама шестерня доставка потом заменить тут не так просто это вал надо вытаскивать челночный ну короче все машина без ремонта будет отдана сейчас соберу ее в кучу и позвоню хозяевам обрадую в кавычках в общем машина я вам скажу это не тот есть еще один привилег более ранний ну а этот уже весь пластмассовый какой-то ну хотя корпус металлический тут пластмасса 90-х годов есть в 70-х что ли и вот эта машина сейчас вот никчемная с нее даже на запчасти ну что тут с нее можно взять только на такую же ну не унифицированная машина ну в смысле редкая она мотор здесь внутренний так же как на фамуле ну здесь низ похож ну короче звоню и пускай забирают я ее делать не буду нечем я бы ее сделал вал там заменить это недолго шестерню ну где шестерню брать я не готов ее искать мне это не надо хозяин вам скажу если найдут вряд ли они будут этим заниматься другую купят да и все все на этом всем пока пока пока